привет друзья рад всех приветствовать на нашем канале сегодня хочу снять небольшое видео о глушителе о том как его немножко переделать потому как в заводском исполнении он вроде работает все хорошо но очень громко работает и я вот покажу вам как я с этим делом решаю этот вопрос все это как бы не влияет на работу двигателя мощность единственное что получается уже выход довольно тихий вот ну наверно сейчас давайте покажу как это все так ну вот мы имеем глушитель я его значит разрезал среднюю часть я вот аккуратненько вырезал ну сейчас покажу чё там внутри значит давайте так перегородки перегородки у него есть ну вот эта перегородка между камерами вот всего три камеры это средняя основная и две камеры дополнительные для глушения вот этого переходов ну и что мы видим внутри я не знаю ли это видно будет здесь ну вот средняя перегородка у нас она как бы не плотно к этой стену вообще криво криво с завода поставлена то есть инженеры как бы рассчитали все это хорошо вот в их ним конструкторском бюро где-то все изобретали ну исполнители уже допустили кое-какие косяки это во всех глушителях такое ну вот щель между этими стенками ну наверно сантиметр вот между перегородкой и самой стенкой глушители конечно же газы сюда прорываются вот как хотят и с этой стороны вот покажу тоже вот такие вот щели идут это все не плотно то есть глушитель как бы работает но не очень-то правильно он работает вот эти места тут не знаю будет ли видно тоже щели все вот немножко приварили они на заводе прихватками все остальное это все надо нормально обварить сваркой чтобы но все было герметично вот ну и будем сейчас что-то стараться делать с ним вот тоже торчит все это дело ну конечно надо тут продуть его будет компрессором вот я покажу вам как я что я делаю дальше это вообще уже все шевелится видите ну оно должно быть все приварено там внутри вот ну вот так вот выглядит глушитель потому конечно же он не может нормально работать он трещит вот он дает громкий выхлоп это глушитель тридцаточный ну сороковки там чуть другой глушитель но я думаю что там картина та же самая там особо на заводе никто не старался при изготовлении гнали план давать быстрее быстрее и так далее но если этот глушитель переделать вот значит он будет тихонько работать сказываться это на двигателе аж никак не будет вот все будет хорошо работать тихонечко будет тяга мощность все это остается ну немножко погодя сейчас продолжим ну еще немножко решил рассказать почему я решил заняться глушителем вот мой двигатель ему уже 13 лет наверное весной будет уже 14 ну месяца через четыре наверно где-то так ну считаем 13 лет потому что мы как-то подсчитали с друзьями мы вспомнили знаменательную дату вот когда у меня этот двигатель стал на машину вот оно как бы совпадала двигатель работает все в порядке ну многие видели летом ездил в горы все все хорошо работает вот ну решил я его поменять этот движок вот ну вот так выглядит мой глушитель вот он уже на этом двигателе ржавый весь так он выглядит так это то я заряжаю аккумулятор под заряжаю тут у меня такое зарядное сделано из компьютерного блока питания мне ребята его вот забацали так ну и двигатель в принципе работает но для того чтобы поставить другой двигатель вот и надо все таки глушитель уже этот старый смысла нет ставить его надо немножко облагородить там подварить покрасить я решил сделать новый глушитель а это все вместе с двигателем снимется сам глушак этот который сейчас на нем стоит и так будет стоять как запасной вариант на всякий случай хотя может будет время то я сниму отдельное видео вскрою этот движок мне тоже интересно что за эти годы с ним произошло внутри ну как что произошло в принципе он работает там ничего произойти не могло но все-таки интересно посмотреть вдруг там выработка какая-то вдруг еще что-то ну и кольца поменял бы на нем вот и я думаю что я его сделаю как запасной движок ну и значит сейчас я возьму камеру нормальную в руки то руки трясутся блин так буду ставить вот этот двигатель сделан он у меня уже давно вот почему я хочу поставить этот двигатель и поездить на нем присмотреться значит здесь в этом двигателе стоит коленвал с увеличенным ходок с увеличенным ходом шеек вот шатунных то есть как бы коленвал какой-то необычные вот мне ребята там смотрели где-то на форумах что-то там узнавали насчет таких коленвалов значит это коленвалы были такие изготовляли их специально по заказу спортивных секций там какие-то баги делали раньше при советском союзе но это было еще там давно наверно в 60-е годы вот и как бы интересный коленвал значит у него поршня ну выходили почти к самой кромке цилиндра вот к самому краю мне пришлось поставить проставочки ну их не видно проставки по цилиндре металлические я вырезал там 1 и 3 миллиметра по моему до 1 и 3 или 1 и 2 что-то так уже не помню и вот он уже пыли весь покрылся никак времени не хватало его поменять попробовать как вот мне очень интересно как с этим движком будет автомобиль ехать вот так как мы ездим далеко путешествуем блин вдруг мощнее будет к этому мощность добавится не знаю будем пробовать если не понравится поставлю тот двигатель обратно свой то есть как бы поменяю там кольца масло свежее поставлю обратно его на если разницы не почувствую там или вдруг мне не понравится ну все это надо время для этого конечно вот ну и будем будем что-то пробовать вот потому и решил сделать глушитель новую выхлопную систему к этому всему и как бы как бы буду пробовать все это а так вот мой гараж сейчас выглядит что мне еще предстоит но этот мотороллер короче в процессе чизет 502 делаю значит подкупился я запчастями здесь вот давно я уже ничего не менял у себя купил вот такие шланги новые тормозные наперед вот нормальные шланги крестовины буду менять ставить новые потому что у меня древние еще и тормозные накладки вот такие вот буду их ставить значит я купил накладочки это восьмерка или девятка задние на задние барабаны тормозные подходят они офигенно вот единство что потом когда их наклепаю надо будет тут каких-то там 78 миллиметров то болгарочкой срежу когда они уже будут приклепаны ну колодки подходят хорошо вот если вам кто-то будет предлагать что вот оригинальные колодки да это все клёво но они за них цены лупят гряд потому что это оригинал они дорогие да я пошел он купил за копейки там какие-то за каких-то там 100 гривен с чем-то в украине у нас купил вот комплект на все колеса то есть обалденная штука ну и буду буду в процессе что-то поснимаю еще ну вот вот что сделал с глушителем значит все от трубы которые есть вот перегородкам они я это все все-все по проваривал чтобы было герметично далее наварил такие вот электрод четверка сделал такую вот как бы клеть сетку как правильно назвать ее ну и теперь остается что делать нам сначала начну центральную часть обтягиваю стеклотканью слоя 3 где-то 223 слоя не больше и потом по вот этим местам привариваю полосу металла приварила значит это центральная секция у нас будет отделена от всех и будет герметичная ну и потом уже в дальнейшем все остальные секции вот эту тоже обволакивается стеклотканью обваривается здесь тоже самое единственное вот эти трубы когда будут привариваться к обшивке металлической надо будет установить на двигатель ну вот двигатель уже как бы я навесы отдел на него все это дело значит надо будет установить на двигатель и варить на движке уже под почему потому что от температуры эти трубы могут повестись их поведет и потом скорее всего что она не будет совпадать с креплением то есть на месте это все обварить это не так уж сложно дать ему остыть и потом уже снимать ну вот пока что так она выглядит дальше я уже буду показывать процесс значит среднюю камеру я уже обмотал стеклотканью несколько слоев значит ткань у меня как видите не сильно не самая тонкая и не самая толстая то как это средняя вот я ее обмотал и сейчас буду обваривать из металла центральную камеру ну глушитель я закончил останется тут я лепестковым диском с наждачкой болгаркой проедусь по швам немножко облагородить вот так он выглядит сейчас он остывает я приваривал именно к трубам обшивку которые идут коллектором прикручивается сейчас остынет я его сниму вот ну и немножко покажу уже поближе как он выглядит со всех сторон если у вас нет возможности варить глушитель прямо на двигателе ну вот эти вещи трубки две которые идут коллектором выхлопным если нет возможности приварить потому что на машине это жутко неудобно делать значит ну хотя бы надо иметь головку и два вот патрубка таких прикрутить к ней и к самой головке уже глушитель и можно обваривать чтобы ничего не сместилось от температуры и не повело ну вот как-то так ну и вот конечный результат конечно же его надо еще покрасить термокраской термостойкой ну вот глушитель такой внутри со стеклотканью затратил я два дня на него вот кто-то может скажет шея фигней занимаюсь ну как вам сказать хочется чтоб тихо работал выхлопа не едешь и вся улица слышит что едет запорожец вот и теоретически он будет тихо работать часа молоток возьмут постучу по нему какой звук будет глухой вот а так если просто металлом перетянуть звук был бы звонки можете себе представить как как он глушить будет внутри ну и естественно если кто-то не хочет также заморачиваться как я ну хотя бы хотя бы вскройте центральную камеру заварите все трубы к перегородкам вот все стыки переварить и и зашейте вот центральную камеру чтобы она была герметична от этих двух боковых и уже будет на порядок лучше звук ну что еще я тут занимаюсь своим автомобилем так что как он глушит сейчас я не могу показать ну я буду делать еще одно видео о профилактике своего автомобиля подготовки к сезону его техобслуживания и я заведу и покажу как он работает заведу двигатель вот движок можно будет уже кидать вот он можно будет его кидать на машину уже хочу еще салон сделать но это такое все обновить ну временно прощаемся пока пока всем в следующем виде я покажу как этот глушитель работает